Я приветствую всех собравшихся сегодня здесь и начинаю рассказывать свой курс, который называется «Психофизиологическая диагностика с помощью аппаратно-диагностического комплекса «Ведопульс» в работе психолога». Я надеюсь, что все уже интересующиеся этой темой собрались у своих голубых мониторов. Пишите мне в чат ваши вопросы и также очень интересно узнать, кто вы по специальности – врач или психолог, потому что я все-таки больше психолог и буду ориентироваться на эту точку зрения. Именно буду рассматривать с точки зрения психологии. Меня зовут Владимир Агастьянов. Я практикующий психолог. На данный момент имею уже в психологии несколько дипломов как просто психолога-консультанта, так и клинического психолога. Спасибо, вижу. Психологи есть, очень приятно. Психологией я занимаюсь достаточно очень давно. В 1996 году я работал помощником психолога, занимался обработкой тестов, записью клиентов на консультацию к профессору, у которого обучался, помогал. А потом решил тоже стать психологом. Но так получилось, что еще помимо психологии я увлекся, занялся астрологией. Это в 1996 году я прошел первый курс астропсихологии личности, астропсихологии обрака. А потом уже в 2000 году познакомился с Аюльведой, благодаря лекциям Михаила Альбертовича Субатиалова, ну и далее с ведической астрологией. Прочитал первые книги и увидел, насколько это интересная система в плане диагностики. И дальше как-то моя психологическая работа сложилась в рамках трансперсональной психологии. Первые годы я, конечно, больше изучал астрологию, Аюльведу. После этого мне пришлось поработать достаточно много в бизнесе, в продажах. Потом работал менеджером по персоналу, занимался построением отделов продаж, рекрутированием, обучением, адаптацией менеджеров по персоналу. И как раз вот здесь астрология мне очень пригодилась. Ну а вообще я вижу некоторый такой синтез астрологии и психологии, именно включи такой восточной философии, восточной психологии, поскольку это позволяет немножко глубже посмотреть на сущность человека. И здесь я совершенно согласен с нашим добрым учителем Карлом Густавом Юнга, который обратил на такие вещи, как мандалы, например, слышали о них многие. Ну а также и об астрологии. Вот. И в 96-м году, когда я только-только занимался еще обработкой тестов, еще каких-то моментов, у меня возник вопрос. А вот можно ли сделать какую-то такую систему, которая бы позволяла бы объективно посмотреть, что человек чувствует, о чем думает, что с ним происходит на его субъективном уровне? Тогда мне казалось, что такими инструментами могут быть, например, как тест Люшера. Я думаю, многие знают, что это такое. Ну, тем не менее, цвета, сами понимаете, можно как-то подделать, можно как-то что-то там подтасовать, когда человек уже запоминает, какой цвет. Что обозначает, уже начинается какое-то мухлевание, позвольте так сказать. И так получилось, что много лет спустя я познакомился с системой VidaPulse. Хотя с Олегом Викторовичем Сорокином мы по роду деятельности давненько так пересекались. И когда у него появился вот этот уникальный аппарат, мне, конечно, это заинтересовало посмотреть. Сначала я отнесся очень так поверхностно к этому, а потом как-то в 2012 году, когда я проводил на Нагорном Алтае свой выездной тренинг «Мастер судьбы», мне предложили, а давай мы попробуем, протестируем людей, что будет до и что будет после тренинга, какие изменения произойдут. И мне тоже это стало интересно. Одно дело просто поговорить, а другое дело продиагностировать, что и как с людьми происходит. Тренинг был трехдневный. Мы приехали туда в пятницу рано утром, поэтому в пятницу не делали никаких измерений, поскольку у людей накапливается усталость. И делали измерения субботу и воскресенье утром и вечером, то есть до и после практик. И результат у нас, конечно, впечатлил. Очень хорошие были изменения, поскольку я еще специально в этот тренинг побольше вложил медитативных практик именно на том, чтобы люди поработали со своим субъективным миром. И когда мы подвели итог, то я понял, что я нашел действительно уникальный инструмент, который бы мне помог действительно более глубоко, не побоюсь этого слова, заглядывать в душу людям. При этом этот инструмент очень практичен. Вы сами, я думаю, многие уже пользовались ведопульсом. Кстати, есть кто первый раз вообще слышит про ведопульс первый раз? Напишите, если таковые имеются. Я поскольку вижу, что здесь есть и психологи, то коллеги меня понимают. Чтобы провести хорошую психодиагностику, нужно затратить даже иногда не одну встречу. Поэтому в работе психолога очень важно время, чтобы быстренько скрининговую диагностику провести, чтобы понять, что с человеком. А тесты требуют достаточно много времени. А с ведопульсом, когда вы будете работать, это всего лишь 5-10 минут до и 5-10 минут после. Примерно где-то так. Хорошо, спасибо за ваши ответы. Я все вижу. И с 2012 года я нарабатывал статистику, нарабатывал опыт использования ведопульса в применении именно вот такой психофизиологического аппарата к психологии. Это не просто оказалось. У меня были подъемы, вдохновение, когда мне казалось, как все классно, как все интересно. Потом были периоды разочарования. Я даже просто забрасывал аппарат в угол и говорил, ладно, все это как-то оно важнее, то, что человек рассказывает. А потом снова ворачивался. И вот так вот на протяжении трех лет. И в этом году я подвел итог своих изысканий и решил, что все-таки мне хочется уже с вами поделиться тем материалом. Это очень полезно. и вот мы с вами здесь. И мой курс называется «Психофизиологическая диагностика с помощью аппаратно-диагностического комплекса Веда Пульс». Я думаю, этот курс поможет не только психологам, но еще и врачам, поскольку я считаю, что врачи тоже должны быть достаточно хорошими психологами и понимать что такое контур-перенос, например. Как-нибудь попозже об этом поговорим. Итак, начнем. Значит, посмотрим на следующий слайд. Вот это вы видите план вебинаров по программе «Психофизиологическая диагностика в работе психолога с использованием аппарата Веда Пульс». Здесь вы видите наши семинары, которые я буду рассказывать, то есть вебинары, прошу прощения, первый вебинар это мы сегодня рассматриваем, а второй вебинар будет у нас посвящен диагностике стресса стрессора с помощью аппарата Веда Пульс. И расскажу о некоторых приемах нейтрализации стресса, а также некоторых медитативных практиках, которые я применил за эти годы. В конце, кстати, сегодняшнего выступления слайдов я продемонстрирую конкретные прикладные слайды своих клиентов до и после, в частности, медитативных и консультативных практик. Третье занятие будет посвящено психологической диагностике по аюрведической системе тридоши, ватта, пита, капха. Также у нас идет порядка двух часов. Четвертое это психологическая картина характера личности человека на основе применения концепции эфир, воздух, огонь, вода, земля. Это типа что-то холерик, меланхолик, флегматик. Так вот, очень-очень приближенно, позвольте так сказать. Пятое занятие будет посвящено психологической картине характера личности человека на основе применения концепции двенадцати меридианов. И вот здесь в этом как раз мне помогло знание астрологии ведической, которая называется джиучи шведа, потому что я выявил интересную закономерность. Оказывается, двенадцать меридианов сочетаются с двенадцатыми знаками, двенадцатью домами. И, например, если у нас есть меридиан сердце пятый, он связан с пятым астрологическим домом, который отвечает за любовные отношения. Если мы видим в меридиане сердце недостаток энергии, то это показатель того, что на самом деле человек не способен выстраивать отношения со своими любимыми, не способен чувствовать эмоции, просто любить, просто так позвольте сказать. Так, ну и шестое занятие у нас будет посвящено психологической картине характера личности человека на основе применения концепции чакр. Про чакры вы, я думаю, слышали, очень распространенный момент. И чем уникальна ведопульсия, есть отдельная вкладка, где можно посмотреть, что происходит реально с чакрами. я общался так по жизни периодически с теми же экстрасенсами, которые говорят, ага, у тебя вот там чакра такая-то, вот анахата закрыта, а вот мол, адхара, как-то что-то с ней непонятно происходит, закрыта, нет у тебя любви. А здесь можно опять же объективно оценить. Так, идем дальше. Здесь на следующем слайде вы видите, что вы получите в результате прохождения моего курса. Но позвольте, чтобы сократить время, вы сами прочитаете, я скажу очень коротко. Главная задача этого курса научить вас с помощью объективной съемки характера пульса человека разбираться, что с ним происходит и давать на основе конкретные рекомендации. Как, например, если мы видим, что у человека индекс стресса очень высокий, мы подбираем ему практики на снижение стресса, например, это релаксирующие практики, аутогенная тренировка. Если мы видим на некоторых вкладках панча-мах-абхуд, который называется стихия вода, если у человека недостаток стихии, значит у человека проблемы с чувствами. И мы будем работать на то, чтобы человек научился воспринимать чувства. Здесь необходимо выстраивать программу на то, чтобы человек понял, что такое эмоциональный интеллект и он у него есть. Научиться осознавать, понимать свои чувства. Переходим к следующему слайду. психология считается субъективной наукой. И о том, что происходит с человеком, мы, психологи, можем судить преимущественно с его слов или по каким-то некоторым физиологическим реакциям. Изменение цвета кожи, тембра голоса, поза, жестикуляция. Но и здесь можно подыграть. Я думаю многие из вас слышали, как обманывают детектор лжи. Поэтому здесь возникает вопрос конгруентности или о том переживаемом и выражаемом достаточно острым для всех практических психологов. Конгруентность это когда внутреннее состояние человека соответствует ему внешним выражениям. Если например кто из вас смотрел позавчера выступление нашего президента Владимира Владимировича Путина вернее интервью одному американскому журналиста обратили внимание на жест его правой ноги как он при каждом слове притопывал. То есть это была позиция силы я знаю что так будет я сделаю так. Вот это и есть конгруентно соответствие внешнему и внутреннему. Вообще всем этим вопросами занимается психодиагностика но психодиагностика это очень сложный вопрос и здесь есть нюансы давайте о них поговорим значит хороший тест очень важен в диагностике да но скажите коллеги кому неизвестны случаи социально обусловленных ответов на вопросы заведомо ложных ответов элементарной закрытости человека действительно ли клиент чувствует себя хорошо после прохождения терапевтического коса терапии депрессии стресса невроза панический атак так ли это действительно ли оказывается эффективной семейной терапии действительно ли разрешен конфликт с которым к вам обратился клиент насколько легче человеку стало жить в результате вашей работы насколько оказалась эффективна психосоматическая терапия у меня были случаи когда с помощью использования видопульс мне удавалось сохранить человека в терапевтическом процессе когда у человека наступали некоторые облегчения и одна женщина мне так и сказала ну Владимир Васильевич ну наверное мы с вами уже так давно занимаемся и мне уже так полегчало наверное хватит уже заниматься я говорю хорошо давайте проверим насколько вам полегчало садитесь пожалуйста и она у меня садится я подключаю к ней датчики видопульса снимаю и показываю ей ага смотрите а уровень стресса то у вас с 800 единиц опустился на 600 единиц значит еще что-то не доработали давайте пожалуйста продолжим и на самом деле она согласилась и потом через еще месяц работа сказала вообще-то вы были правы и вот этот вот процесс вы можете увидеть сейчас на графике график развития гнева вообще видопульс это уникальный прибор он позволяет видеть не только индекс стресса не только биологическое старение индекса но еще по некоторым параметрам можно оценить некоторые состояния человека как например по первому меридиану по первой ткани тхату самая первая которые можно например оценить уровень гнева человека ну вот я взял классическую такую картинку динамику гнева вот мы-то понимаем как специалисты что у человека будут процессы именно вот так происходить а человек-то это не видит понимаете поэтому видопульс позволяет показать вот эту кривую динамику и если человек находится в самой вот пятой фазе когда он уже выдохся так скажем когда ему кажется что ночь особенно темна то вот здесь как раз и нужна действительно более профессиональная поддержка вот следующий слайд это динамика развития стресса как правило человек к нам приходит на стадии тревоги или вот в этой первой ложбинки когда тревога доходит до высшего уровня и начинает изменяться а дальше на стадии резистентности устойчивого сопротивления мы видим как возможны подъемы и спады и иногда какой-нибудь спад человек ложно понимает как определенное улучшение и дальше следует стадия истощения мы будем об этом говорить на следующем занятии более подробно сейчас я в общих чертах просто хочу вам показать динамику мы еще раз подчеркиваю эту динамику можем видеть понимать но ее не всегда не видит тот человек который к нам обратился и это можно сделать с помощью вот такого простого прибора характер пульса отражает состояние отдельных органов организма в целом а также физиологическую психологию психологическую концепцию конституцию человека на основе чего я такое делаю смелое утверждение дело в том что мы живем по принципу фрактальной геометрии если кому интересно уважаемые слушатели наберите пожалуйста в интернете фракталь фрактальность и посмотрите что это такое простой пример фрактала это елка когда беспредельно малая часть подобно беспредельно большой части и поэтому если у нас например проблемы с почками то это говорит о том что у нас есть обиды печень это гнев и восточная медицина это всегда знала и использовала и сегодня мы просто имеем возможность отразить это вот с помощью наших инструментов вот таких графиков в данном случае психофизиологическая конституция человека будет отражаться в виде таких круговых и столбчатых диаграмм справа вы видите уже такой аюрведический подход вата-пита-капха я думаю все знакомы с этими понятиями если кому не знакомы кто не знакомы с вата-пита-капхой напишите мне пожалуйста поясню в данном случае мы видим пример человека с преобладающей пита-конституцией то есть это человек огня такой активный деятельный холеричный даже личность целеустремленная который готов сметать все на свете зато посмотрите насколько у него маленькая будет капха-конституция то есть человек не способный отдыхать не способный расслабиться и вот сейчас мы подходим к с вами такому моменту о котором нужно сказать несколько слов о том что всем этим у нас занимается психодиагностика это раздел психологии изучающий методы определения психологических особенностей человека целью наиболее полного раскрытого внутреннего потенциала во всех сферах жизни становление психодиагностики как самостоятельной области знания происходило в конце 19 века это связано с четким осознанием потребности в оценивании индивидуальных психологических особенностей людей для нахождения разрешения разного рода психологических задач таким образом можно утверждать что психологическая диагностика отделилась от психологии под влиянием требованием практики изучение человека складывалось под влиянием запросов педагогики медицины промышленного производства и поскольку здесь уже собравшиеся люди разных специальностей есть психологи есть врачи то я могу сказать что медицинская диагностика будет отличаться от психологической диагностики педагогическая диагностика будет отличаться от профессиональной допустим которую когда-то я проводил как менеджер по персоналу если разбить термин психодиагностики на составляющую нетрудно догадаться что предметом исследования психодиагностики является душа человека его внутренний мир и второй детальный анализ его внутреннего мира термин диагноз определяется как распознавание отклонения человека от его нормального развития функционального баланса функционирования и баланса вот так именно для того чтобы выявить эти отклонения специалист психоаналитик психодиагностик производит анализ причин как внутренних так и внешних заставляющих человека поступать так или иначе а также в ходе исследования анализирует психологически человека то есть в данном случае критериями изменениями внутреннего психологического мира для нас будут являться вот эти самые сейчас я покажу еще раз кружочки и столбики которые как бы на языке медицины обозначают одно а на языке психологии будут обозначать несколько другое вот цель и применение психотиагностики давайте вот на этом моменте остановимся главная цель психотиагностики помочь людям во время переживаемого психологического напряжения принять правильное решение с наименьшими потерями для своей нервной системы именно этой цели посвящают своей жизни тысячи людей вступивших на послужение именно этому направлению психотиагностики но вы должны прекрасно понимать что без правильной диагностики без глубокой диагностики объективной диагностики невозможно назначить верную терапию верное лечение и когда некоторые мои коллеги психологи говорят а мы тесты не используем а что там толку-то что это к чему оно зачем оно мы так вопросы позадаем и уже вроде бы как оно все понятно надо смотреть здесь и сейчас что с человеком да я согласен конечно это нужно здесь сейчас человеком но хорошо если этот человек уже работает лет 20 в психологии у него эти тесты все в голове он может просчитывать как компьютер а есть еще только начинающие специалисты поэтому нужен инструмент который позволяет вот это вот все так раздифференцировать и психодиагностика применяется в таких областях практика как психотерапевтическая помощь и оказание консультации вот это у нас пункт номер один потому что большинство здесь собравшихся у нас будут все-таки либо врачами либо психологами проектирование возможного социального поведения например степени верности в браке вот например с помощью вида пульса можно отследить вот этот момент с помощью системы наложения китайских вот этих 12 меридианов да и еще некоторых пунктов например если у человека ослаблены седьмой меридиан у чьего кузыря и восьмой меридиан это меридианы отвечающие в первую очередь за сексуальность если еще вдовесок ослаблен меридиан пятый который отвечает за сердце это значит человек по сути дела в семейной жизни находится чуть ли не глубоко депрессии поэтому здесь нужно уже что-то делать уже таким образом я выстраиваю вопросы на акцентирование человека что у него происходит в семье в его отношениях далее третьим пунктом мы видим анализ степени принятия изменения условий среды и психологическое состояние человека вот в ведопульсе есть очень интересный момент который называется цена адаптации для психологов это такой классный просто показатель по которому можно судить насколько человек хорошо адаптируется приспосабливается к той среде в которой он живет кто же например к работе семейной жизни или еще каким-либо обстоятельствам жизни понятно чем выше индекс цены адаптации тем сложнее человеку жить профориентация консультация при выборе персонала но тут отдельные вопросы о них попозже поговорим судебная психиатрическая экспертиза организация воспитания обучения анализ межличностных отношений психологии личности тут можно некоторые моменты как бы тоже раскрыть потому что ведопульс может помочь более глубоко понять а насколько люди совместимы в аюрведе можете почитать разделы вот замечательная книжица есть про критий где рассказывается о совместимости разных людей с разными типами конституции что вата душа люди ветра и люди капха люди земли и воды не очень-то поймут себя и ведопульс поскольку он снимает именно текущее состояние человека то тогда просто покажет насколько люди именно совместимы так сейчас одну секундочку так следующий у нас идет хочу вам очень коротко показать вообще как выглядят у нас вообще методики психотиагностики потому что коль мы работаем с ведопульсом нужно понимать место именно этого агрегата в системе психодиагностической методов мы видим что у нас объективный подход есть субъективный подход и проективный подход объективный подход это тест личности например тест Айлена Бека расстройства личности тест специальных способностей тест достижения теста интеллекта вот ну и другие как вы видите тоже очень различные проективные методики психодиагностики итак при объективном подходе диагностика психических особенностей личности определяется на основе методов применяемых человеком при выполнении деятельности и ее результативности и в данном случае как раз ведопульс будет учитывать результат деятельности как например кардиоволна будет это именно результатом жизнедеятельности и по ней можно судить уже о том что происходит согласно субъективного подхода анализ психологических процессов производится путем самооценки человека на основе информации которую человек представил о себе это как человек субъективно видит При данном подходе оценивается поведение человека в определенной ситуации. И проективном подходе диагностика психики осуществляется на основании взаимодействия человека и внешним нейтральным материалом. Становится объектом внимания следствия его неопределенности. То есть, просто проекция. Здесь, например, мы используем рисуночные тексты. И, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что давайте использовать интегральный подход. Не будем фанатично упираться на понравившийся нам метод и использовать только его. Меня в свое время в педуниверситете нашем новосибирском обучали интегральному методу консультирования работы. Когда используешь разные методы. Любая диагностика имеет свои плюсы и свои минусы. И нужно все это учет, учитывать. Поэтому, когда к вам приходит клиент, каким бы вы не были психофизиологом крутым, какие бы у вас не были замечательные приборы психодиагностические, кто вам мешает дать человеку рисуночный тест? Нарисовать дом, дерево, животное, человек под дождем или еще какие-то моменты. Это очень важный момент. Этим вы покажете, что вы профессионал своего дела, а не просто какой-то проходящий случайно вот здесь разрекламировавший себя человек. И это как раз и есть более объективный подход в психодиагностике. Итак, давайте рассмотрим его по пунктам. Объективный подход в психодиагностике подразумевает, на мой взгляд, три пункта. Первый – это методика тестирования интеллекта. То есть, очень важно понять, на каком уровне интеллекта. Когда я только начинал консультировать, я попадал в очень сложные ситуации, потому что мне было непонятно, почему вот эта методика работает с одним человеком, а с другим человеком не работает эта методика. Например, символ драма, то бишь катативные переживания. Эта методика прекрасно работает с людьми, которые хорошо управляют своим воображением. У них идут очень яркие картинки. И тот же, по-моему, Лейнер, если я не ошибаюсь, он конкретно говорил, что катативные переживания – символ драмы для людей с коэффициентом интеллекта от 80-80%. Иногда к нам приходят более простые люди. Хочу сказать, что интеллект у нас бывает логический и эмоциональный. Тут есть тоже некоторые особенности. Второй. Диагностика личностных особенностей. Тут уже я вам хочу сказать, что будьте, пожалуйста, способны на все, что вы гораздо. Кому-то нравятся одни тесты, кому-то другие тесты. Мне, например, нравятся тесты характера, где можно видеть, какого склада личность. Шизоидная это личность, парнояльного типа, или склонность к абсцессивному расстройству личности. То есть такие тесты, которые подчеркивают индивидуальные личности особенностей. И третий очень важный пункт – диагностика психофизиологического состояния. И здесь в первую очередь мы видим пять пунктов. Это общее состояние здоровья в процентах, индекс стресса, цена адаптации к условиям среды или болезни, скорость биологического старения и вегетативный баланс. Вот именно сопоставляя вот эти вот все пункты, которые я вам сейчас обозначил, три пункта с подпунктами, можно судить более-менее правильно, что же происходит с человеком. Таким образом мы заглядываем в человека более внимательно. И предполагаем, что же за характер-то человека перед нами. Конечно, еще видопульс позволяет более тонко оценить темперамент, но поскольку видопульс – прибор очень чувствительный. Знаете, попробуйте выпить стакан чая и замерьте до и после. До выпитого стакана чая и после выпитого стакана чая. Ваше сердце очень даже заметит этот стакан чая. Поэтому видопульс позволяет более тонко оценивать как темперамент человека и как характер, его индивидуальные особенности по некоторым другим признакам, которые лежат уже в области юрведической традиционной медицины. Это у нас вкладки Панча Махабхуд, чакры биоэнергетика, китайские и юрведические меридианы, ну и еще некоторые другие. Итак, характер человека – это совокупность его интеллектуальных способностей, личностных особенностей и психофизиологического состояния. Методика тестирования интеллекта направлена на определение умственного развития человека. Методика диагностики личностных способностей и особенностей призвана определять способности человека, напрямую не связанные с интеллектом, как называемые свойства характера. Ведопульс представляет методику диагностики психофизиологического состояния человека. Вот это вот такой у нас очень важный момент, который определяет более, как я сказал, видеть характер человека. Это совокупность устойчивых индивидуальных свойств человека, обуславливающих типичными для него способами поведения и деятельности. Слово «характер» с греческого переводится как «печать», «отпечаток», «признак». Это помогает нам осмыслить характер как печать индивидуальности. Но Виктор Гюго сказал так, у каждого человека три характера. Тот, который ему приписывают, тот, который он сам себе приписывает, и, наконец, тот, который есть в действительности. И я думаю, кто уже работал с Ведопульсом, понимает, что Ведопульс – это прибор, который наиболее точно позволяет определить Викрити, то есть приобретенную психофизиологическую конституцию. То есть как человек изменяется под влиянием окружающей среды. А, например, Пракрити, то есть врожденную, можно, например, оценить с помощью тестов, каких-то еще моментов, или, как я, например, делаю, с помощью Ведического гороскопа. И вот, например, характер человека можно определить с помощью вкладки «Панча-Махабхуд». Считается, что черты характера являются устойчивыми образованием, зная их, мы можем прогнозировать поведение человека в той или иной ситуации. Но, сами знаете, человек – существо очень изменчивое. И существует традиция, по которой выделяют, вот тут, прошу прощения, опечатка у меня, пять основных типов характера. Почему четыре? Потому что в первоначальном источнике не учитывается стихия эфира. Видите, я даже ее тут пятым поставил. Потому что, ну, так получилось, в греческой традиции у нас присутствует только четыре стихии, а на самом деле пять. И вот видите, я так удачно сделала ошибку, и тем не менее, это подчеркнуло вот такой момент. Итак, вода – это эмоциональность, бодрость, жизнерадостность, впечатлительность, эмпатийность, страстность, уравновешенность. Вот это обозначается синим столбиком. И видим, что как раз эмоциональности-то у данного человека не очень много. И бодрость – это как бы тоже не совсем огонь. Волевые цели, целеустремленно решительность, самообладание. Но тут побольше уже, да? Земля – практичность, трудолюбие, ответственность. Добросовенность, предприимчивость. Ну, или еще. Ну, как бы, да, земля у человека присутствует. В общем, человек-то может быть достаточно, в какой-то степени, практичным. А вот если земли-то мало, то как раз это и признак лени. Но, коллеги, лень – это не черта характера. Лень – это симптом, невроза. Когда у человека есть конфликт между тем, что есть, зато должно быть, или еще какой-то базовый психологический конфликт. И вот у данного человека мы видим эфир. Эфир – это мягкость, легкость, духовность, информированность, всеобъемлемость, любовь, интуиция, абстрактность. Вообще, я вам могу по секрету сказать, что стихи эфира очень часто просвечивают у людей, которые склонны к шизофреническим расстройствам личности. А у людей, которые склонны к паранояльным расстройствам личности, еще и добавляются стихии огня. Вот такие интересные у меня наблюдения. Буду очень рад, если они окажутся вам полезны. Значит, инструменты психофизиологической диагностики. Вот здесь мы видим одну из складок видопульсную. Я подробно для экономии времени не буду останавливаться. Я думаю, многие ее уже видели и знают, как ей пользоваться. Значит, следующий инструмент – это диаграмма вегетативного баланса нервной системы. Я думаю, что большинство здесь, присутствующих на нашем вебинаре, тоже уже с ней знакомы. Но позвольте прокомментировать как психолог. С медицинской точки зрения даже не буду пытаться, потому что, ох, там у вас столько терминов. Скажу просто. Вот когда у человека столько в диаграмме красного, то есть преобладает симпатическая нервная система, то человек идет по программе либо напасть, либо убежать. Чрезмерная активность. Человек просто будет биться из последних сил над своими проблемами, упираться. Часто это говорит о присутствии определенного невроза. Голубенькая вот этот показатель. Это у нас показатель, насколько включается контроль человека, насколько он все контролирует, держит своим умом. А пар симпатика – это у нас на диаграмме обозначается зеленым цветом. То есть человек здесь вообще не накапливает энергию. Вот этот же человек, если просто сопоставлять симпатику и пар симпатики, то выглядит немножко по-другому. То есть вот нижняя диаграмма, то есть зелененькая все-таки присутствует побольше пар симпатики. То есть иногда все-таки он может отдыхать. Но, видимо, этот человек находится в рефлективной состоянии психики. Потому что, уважаемые коллеги, вы знаете, что у нас есть люди осознанные и неосознанные. То есть осознанный человек – это понимает, что здесь сейчас с ним происходит. А неосознанный человек – это рефлекторный тип личности. Он сначала почувствовал, потом сделал. А осознанный человек сначала думает, а потом уже действует. И поэтому с помощью вот этой диаграммы вегетативного баланса мы можем видеть, что же все-таки это за человек в большей степени, к чему он склонен. То есть просто к эмоциональному выражению. Сначала сделал, а потом подумал. Люди парасимпатического склада, они все-таки склонны сначала думать. И поэтому это люди стратегии замереть, спрятаться. Вот на этой вкладке мы видим расширенную картину, вкладки видопульса. И вот здесь еще отметьте индекс ТП, Total Power. Здесь, конечно, 3398 единиц. Это очень хороший такой показатель. Говорит о том, что у человека очень много энергии. Но эта энергия выхлапывается у человека. Так, вот на этой вкладке мы видим расширенное объяснение вегетативного баланса. Я для краткости не буду подробно останавливаться. На нем пробегите, пожалуйста, самими глазами. И перехожу к следующему слайду, о котором я еще в самом начале говорил, что модель современной психофизиологической диагностики и восточной, западной, традиционной. И вот как раз модель вегетативного баланса, она здесь очень похожа. Мы видим, что симпатическую нервную систему можно сравнить с энергией ян, с энергией мужской, активной. А энергию ян женской, то есть парасимпатической системой. Конечно, это очень такое упрощенное понимание философского принципа. Но, тем не менее, оно очень близко к истине. Здесь мы видим показатели здоровья и благополучия. Вы эти показатели можете найти во вкладке инструкции к прибору видопульса или скачать на сайте. Я поэтому не буду подробно останавливаться на индексах. Но, понятное дело, что если у человека зашкаливает просто, допустим, симпатика или парасимпатика, то это уже далеко не благополучно человеке. Нужно разбирать, почему это такое дело происходит. И, в частности, вот такую методику диагностики я намерен дать на следующем занятии, чтобы понимать, почему очень много в диаграмме красного, то есть парасимпатической нервной системы активно, или наоборот, с чем это связано. Потому что многие специалисты, получив даже очень классный, замечательный инструмент, иногда, извините, смотрят на него, как баран на новые ворота. Нужны все-таки какие-то инструменты, ключи понимания тех символов, которые мы видим на экране наших компьютеров после произведенной диагностики. Итак, подведу итог. Вегетативная нервная система. Очень сложная структура. Врачи тут не дадут соврать. Она отвечает за жизненность всего организма, руководит работой сердца, желудка, легких, печени, обуславливает постоянную температуру тела, нормальное кровяное давление, оптимальную частоту пульса, поддерживает необходимый уровень обмена веществ и отвечает за функции эндокринных желез. Иначе говоря, она помогает человеку адаптироваться к изменчивым внешним условиям и в свою очередь зависит от состояния психики, психоэмоционального состояния человека, мыслей, концепций и стресса. И вот тут я хочу акцентировать ваше внимание, уважаемые коллеги, особенно врачей, что за 20 лет исследования психологии своей жизни я понял, что психика первична. Как бы, уважаемые коллеги врачи, вы не говорили, что очень важно в присутствии тех или иных микроэлементов в крови, как бы там важно было бы то или другое. Вы знаете, все-таки сознание первично. Я помню еще те годы, когда учился я в школе, а это были 80-е годы, и нам учитель истории говорил, что материя первична, сознание вторична. Увы, к сожалению, к чему это привело, я думаю, многие понимаете. Поэтому моя принципиальная позиция, мой практический опыт говорит о том, что сознание человека первично. То, что делают врачи, это очень важная работа, но это уже отлаживание механизма человека, когда нарушение идет из центрального пункта. То есть, если главнокомандующий оказался некомпетентен в каком-то вопросе, не сведусь, то и армия не может выполнить достойно тех задач или тех проблем, которые возникают у ней на поле боя. Поэтому просто примите это как мое выражение. Если вы с этим не согласны, и ваш опыт говорит, что все-таки очень важно присутствие того или иного физиологического процесса на психологический процесс, это ваше право, я не настаиваю. Я – это я, а вы – это вы. Причем я не буду говорить здесь конкретно, потому что на самом деле психика и тело взаимосвязаны. И говорить, что тело никаким образом не влияет на душу человека, на психоэмоциональное состояние, это неправильно и по-дилетантски. Просто я хочу подчеркнуть тот момент, что изменения в теле, исцеление от той или иной болезни, как я сам на своем опыте прочувствовал, в первую очередь зависит от того, какие мысли, какие концепции, какие психоэмоциональные состояния у нас в голове присутствуют. И вот дальше я свой тезис хочу подтвердить демонстрациям слайдов с конкретными примерами людей, которых я консультировал. Вот, позвольте так сказать, типичный человек нашего времени, Юля, 30 лет, обратилась ко мне с таким вот невротическим состоянием. Проблема, конечно, в семейной жизни. Я здесь в основном взял примеры. Ко мне обращается очень много именно по вопросам семейного благополучия. Мне приходится очень много работать с людьми в предразводном состоянии или после состоявшегося уже развода, разлуки, когда-то любимым человеком. Это очень острая тема. Также мне приходилось работать с людьми именно в психосоматике, с аллергиями. Нейридермиты приходилось убирать. Могу по секрету похвастать, что однажды мне удалось убрать человеку аллергию, которая мучила 20 лет буквально за один сеанс психотерапевтической работы, где я работал в процессуальном гештальде. И вот эта вкладка нам показывает о том, что происходит с человеком до и после. Это была единственная консультация. То есть, этот человек пришел ко мне именно за психологической помощью, за психологической поддержкой. Слева мы видим индексы, справа мы видим ревизическую конституцию, еще круговой диаграммой мы видим реакцию симпатической нервной системы. Красным симпатическая нервная система, зеленым парасимпатическая система, голубым – это сознательный контроль нервной системы. Ну, я думаю, просто объективного такого взгляда вы уже видите. Как, например, поменялся индекс стресса, сколько было до этого показателей. Надо сказать, что человек пришел ко мне 441 единица, а после терапевтического сеанса гештальтерапии 24 единицы. Индекс здоровья поднялся на 5 единиц. И обратите внимание, коллеги, на насколько изменилась скорость именно биологического старения. То есть, та проблема, которая была у человека, она его старела в прямом смысле. То есть, эту прекрасную молодую женщину лишала просто молодости и красоты. И индекс адаптации к условиям жизни, посмотрите, вначале был 57%, а стал 18%. Ну, про вата питокапху, я думаю, вы видите, насколько она изменилась. То есть, вата – это как раз тревожность, беспокойство, она упала очень-очень значительно. Значит, следующий сайт моей такой практической деятельности, показатель – это с этой женщиной молодой я работал в течение месяца. Она пришла ко мне в предразводном состоянии. Это, конечно, я ее первый раз, когда сделал диагностику, я был, честно говоря, в шоке. Потому что эта женщина вышла замуж, что называется, по расчету. До этого у ней были любовные отношения, которые закончились очень печально. В общем, ей не удалось с тем молодым человеком создать семью. И она вышла с другого буквально там через несколько месяцев. У них с ним совместный бизнес, выгодное очень предприятие в финансовом отношении, но посмотрите, что с ним происходит на психологическом уровне. Цена адаптации – 97%. Уровень стресса – 2043 единицы. И здоровье для человека 28 лет – 35%. Вата Доша зашкаливает просто часть нервной системы, которая регулируется именно головным мозгом у нас. То есть сознательный контроль больше половины, как мы видим. То есть индекс Total Power, то есть энергетики организма – 37,7 единиц. Это, конечно, что-то с чем-то. И дальше мы смотрим, что у нас получилось после недельной терапии. Она приходила ко мне раз в неделю. И вот такие изменения. Уровень здоровья у ней поднялся на 45 единиц. Цена адаптации на 60% опустилась. Скорость биологического старения. То есть у ней поднялась. Как ни странно, она умудрялась очень хорошо сохраняться в своем стрессе. Вот этот феномен, честно, не могу объяснить, с чем это связано. Но, тем не менее, посмотрите, если она пришла ко мне на 2000 индекса стресса, то ушла в 6557 единиц. И уровень вата доши у ней тоже снизился. Вегетативный баланс тоже изменился. Круговая диаграмма это вам показывает. Ну, вот это вот пример типичного отношения, что люди еще не готовы дорабатывать психологом. То есть, тем не менее, эта женщина приняла решение о том, что она будет разводиться. И она все-таки развелась. Через примерно год я с ней встретился. У ней состоялся бракоразводный процесс. И когда я ее посмотрел, поскольку это была встреча на улице, буквально случайная такая, но она достаточно хорошо выглядит на глаз. И я мечтаю ее как-нибудь заманить к себе, еще раз продиагностировать и показать вам результат ее диагностики, чтобы вы могли убедиться, что с ней стало через год. Но хочу отметить, что долгосрочная диагностика с помощью видопульса очень сложна. Потому что помимо психотерапевтического фактора влияния на судьбу, очень много других влияний на человека происходит. Так, ну и последняя картинка диагностическая. Я хочу рассказать о медитации. Сегодня занятия по медитации очень распространенные. Предлагаю заниматься. Ура, здорово, прекрасно. Я проводил тренинг по медитации. Это было, так, если мне не изменяет память, в 2013 году. Да, это был 2013 год. Мы видим Игоря, 42 года. Человек занимается сахаджа-йогой. В начале тренинга была теоретическая часть по медитации и потом практическая часть. И вот вы видите, что тотал пауэр у человека изменился с 122 единиц на 221 упадок. И посмотрите, как симпатическая часть вот этого произошло. То есть здесь ухудшение, потому что пошли какие-то процессы, которые активировали его внутренние психологические процессы. И вот данную диаграмму вы видите, как ухудшение произошло. Хочу отметить, что не надо ожидать от того, что у всех приходящих к вам людей на диагностику после ваших терапевтических мероприятий у всех столбики поползут вверх улучшения. Могут быть и ухудшения. Улучшение как раз признак реструктуризации психологических процессов, реструктуризации верования и представления человека, который влияет на эмоциональное состояние. И вот пример Игоря в процессе медитации мы видим, если бы эта медитация продолжалась бы несколько часов, а не порядка 40 минут, то эти показатели начали бы стабилизироваться и приходить в норму. Это я видел на своем тренинге еще в 2012 году, когда проводил на Алтае тренинг «Мастер судьбы». Если кто-то зайдет ко мне на мой сайт agastiar.ru, там есть видео выступающих, участников этого сайта. Поэтому будьте объективны, думайте, что вы делаете, как вы делаете, о чем говорят изменения индексов, значений, которые будут происходить с вашими людьми. И я готов вам помогать, обращайтесь, пишите, я думаю, что мы будем держать с вами связь. На этом я заканчиваю свое выступление. Пишите вам вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо за внимание. По поводу моего сайта. Если вы наберете в Яндексе Владимир Агастьянов, сразу упадете. Яндекс очень быстро вам покажет. Сейчас я постараюсь набрать. Вопросов очень много, я стараюсь быстренько пробежать по ним. Ответа Пульса, большое спасибо за мою ссылку. Я очень рад, что вам понравилась информация. Когда будут следующие занятия, смотрите в разделе обучения на сайте Веда Пульса. Все еще обозначенных последующих пять тем я представлю. Раскрою. Примерно будем заниматься каждую неделю. Анонс следующего занятия выложен в разделе обучения. Вы видите ссылку сейчас в вашем чате. Физиологическая диагностика в работе психолога. Будем работать именно со стрессом. Постараюсь дать, как именно стресс диагностировать. Все. Желаю всем всего наилучшего. Надеюсь, что мы с вами услышимся, увидимся в следующий раз. До свидания и до новых встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok